Спасать умирающего в собственной квартире пришлось сегодня нашим корреспондентам. Жители улицы Прогунова обратились к нам за помощью. Их сосед, 70-летний Юрий Точилин, пропал. Он каждый день ходил в магазин гулять, а тут вдруг неделю не выходит и на звонки не отвечает. Он ушел, он все противогазно надо делать. Нет его и нету, сколько дней, недели как раз. Вот то, что нас смутило, то, что он на улице не гуляет, не выходит на улицу. Вот мы забили тревогу, он пропал. Так что он в одно и то же время выходил туда, к фонтану, гулять к медведю. Я начала звонить в милицию. Милиция приехала. Мы не будем вскрывать. Вот как протухнет, МЧС приехали все, тогда вскроем. Если человек лежит уже неделю в квартире и никому нет дела, милиция приезжает, приедут, уедут, все. Ну как так можно, я не знаю вообще. Я думаю, что умер. Дом умер и все, и крыс сожрали его. Неделю вообще никто ничего не видит. А что квартиру не могут вскрыть? Ну кто, Валера, а кто? Валера, да пьяхте. Милицию вызывает, а вонизм. Едет и уходит. А вдруг ему там плохо. Плохо, вот и именно что. Вот и именно так. Что, значит, пускай подыхаешь на человека? Да, да, Валера. Так что пускай у нас так вот. Давайте что-то сегодня делать, потому что это уже вообще так чудо. Вот так ведь тоже нельзя. Ну подойти к двери, поторгаться и уйти. Говорит он, говорит он, что-то говорит. Он говорит там, дядь Юра, это Лена, дядь Юр. Нашей съемочной группе все же удалось добиться того, чтобы соответствующие органы вернулись и вскрыли дверь. Как оказалось, как раз вовремя. Живой? Я здесь валяю. Ты встать что-то не можешь? Да, ну что, я тут встать, я встать, я оттуда не могу. Меня зажало. Меня с дивана приедут. Ну с тобой-то все нормально, нет? Да все нормально, Валерий. А у тебя что здесь, как грязно? Да господи, ну что делаешь? Вот так вот вечером положился нормально, у тебя встал весь заваленный газетами. Да ты что? Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ай, ай. Нет, ничего. Нормально. Короче, надо ЖЭК вызывать, чтобы тебе почистили все здесь. Да я сам все почисти. Да ты что? Юр, что случилось-то? Упал. А как ты умудрился? Три дня назад. Ты что, не позвонил, ничего мне? Я до телефонов-то не могу, мне тоже звонят, постоянно, сегодня весь день звонят. Ну и чего? А я до них не могу дотянуться. Вот сюда. Как-нибудь, у нас такой потоп, я тут-то не навалялся. Как же вы живете здесь? Юрий Александрович? Тихонько. Тихонько, да? На меня посмотрите, пожалуйста. Аскальтись. Пальчики мои возьмите. Зажимайте. Сильно? Ну как можете, сжимайте. Ну здесь могу сильно, а тут не более сильно. У меня параллелизация левой стороны. Я подозреваю, я же не дочери, никому не говорю родным. У меня, наверное, повторная была эта. Инсульт? Да, повторный инсульт, потому что я пришел нормально домой. Вот здесь, значит, я хотел сюда лечь. И больше не помню нифига. Меня как будто кто-то по башке пох, я тут между этим, я все, и так трое сутков отворялся. Кстати, спасенный Юрий Тачилин от госпитализации отказался. Старшая по дому намерена пригласить сотрудников ЖЭКа, чтобы вывести мусор из квартиры. Единственный вопрос, который остается, почему же спецслужбы несколько дней не реагировали на обращения жителей. Если бы не...